Итак, весовая категория до 59 кг на ваших экранах была Валентина Штенцова, Фиас 1 в синей форме, в красной форме Фируза, Фируза Бабакулова, Узбекистан и вновь спортсмены из Узбекистана в финале. В прошлогодний чемпионат мира не прошел даром, растут новые поколения, молодое, которое борется за медали, не просто так чемпионат проводили у себя дома узбеки, все конечно же для развития самбо в стране. И вот мы видим и вчера и сегодня очень много узбекских спортсменов борется за медали, вот в финале, пожалуйста, Фируза Бабакулова и Валентина Штенцова, Фиас 1. Три команды Фиас на данном первенстве мира. Куция, можно так сказать, была попытка на бросок через спину с колен, совсем не подготовленная, только для себя заработала для судей негативную, скажем так, реакцию. А теперь Штенцова, в общем-то, выполняет подхват такой, который тоже можно было бы почетче исполнить. Первое предупреждение за пассивное ведение борьбы объявляет арбитры, к ней присоединяются. Боковые судьи. Штенцова стоит в правой стойке. Не удалось, она и вот назад пробовала бросить зацепом, и вперед бросить подхватом попробовала. Ни туда, ни туда, бросок не удался. Хорошо борется на захватах Штенцова, выиграла свой верхний захват, почему-то отпустила рукав. И дала возможность той укрепиться. Только похвалила, а она все наоборот. И опять подхват Штенцова, а теперь как в стену подвернулась. Еще раз так подвернется, и уже можно будет наказывать спортсменку в синей форме за ложные атаки. Красная и не пошатнулась никак. Подсечка. Подсечка. Ответка. Подсечка изнутри. Еще одна. Обоюдный захват, спина в противоположную стойку. Стояла вправо, бросила. Попытку осуществила бросить влево. Ну тоже, да. Хоть и неожиданно порой из правой стойки влево подворачиваться. Но подготовки здесь явно не хватило. Вот о чем я говорил. Первое предупреждение объявлено спортсменке в синей форме за пассивное ведение борьбы. То есть сначала она сделала ложную атаку, затем узбечка проатаковала и, в общем-то, выровняла встречу. И теперь спортсменка в красной форме, Фируза, в этой встрече выигрывает пока. Какой вот хороший, скажем так, эмоциональный порыв сделать боковой переворот. Все здорово. Все здорово. Если бы еще чуть-чуть подсела пониже и к себе бы поприжала поближе, бросок бы мог состояться. Она была очень даже близка к выполнению этого приема, но на прямых ногах выполняла его. В общем-то, для бокового переворота надо подсесть. Через отворот прошла к захвату. И в ногу проходит теперь уже Фируза. Выход за ковер. Слышу, как с трибуна кричит тренер. Чего встала? Давай выигрывай. Так-то просто выиграть. Она бы рада выиграть. До красной не согласна. Еще раз! Еще раз! Еще раз! Красный косой захват. Проход в ногу. После подсечки. Ну, в общем-то, контролирует всю ситуацию Фируза. И в захвате, и центр ковра ее выводит синюю все время за ковер. В целом, да, если начало схватки было еще равным, то вот сейчас по борьбе переигрывает по чуть-чуть, но переигрывает Бабакулова свою соперницу. И нету пока возможности у Штинцовой отыграться. Вот, кстати, та попытка на боковый переворот была хорошая. А вот это вот подхват! Два балла! Ну, это просто спасение какое-то для Штинцовой. То, что красная так активно побежала за ногой. Она выигрывала встречу и могла бы, собственно говоря, вести себя поосторожнее. И вот так вот она решила в ногу пройти и нарвалась на контрприем. В самом конце встречи Штинцова еще раз делает подхват. Пять секунд остается до конца встречи. Вероятнее всего, вот побежала, да, что следовало ожидать. Избечка бежит вперед. Опять подворот на подхват. Валентина Штинцова. Фиас-1. Весовой категории до 59 килограмм. И килограмм завоевывает золотую медаль первенства мира среди девушек. Солнечный Ереван становится для нее золотым.